Добрый день, друзья! Продолжаем нашу тему по разборам. Напоминаю, чтобы не было каких-то вопросов. Я вижу проект первый раз, вот сейчас прям конкретно я вижу проект вот сейчас первый раз, больше его я не видел. И возможно, что то, что я увижу, мне понравится. Второй момент, он может быть мне не понравится. Третий, я могу сделать какие-то ошибки в комментариях специально, потому что я делаю в реальном времени быстро. Моя задача показать вам какие-то идеи, дать накидать. То есть это, воспринимайте это не как разбор профессиональный, полноценный. Я сейчас этим не занимаюсь и не зарабатываю на этом сейчас. Но если вы хотите сделать индивидуальный разбор, то вы можете заказать его. Я уже сделаю его профессионально и детально. Сейчас у нас просто как такая, как бы давайте поговорим, давайте посмотрим. Поэтому смотрите, я смотрю и высказываю свое мнение. Соответственно, если оно вам ценно, то применяйте. Если вы считаете по-другому, то пишите в комментариях, как считаете по-другому. Присылайте мне, какие разборы есть у вас и давайте тогда посмотрим, значит, в споре возникнет истина. Итак, интерьер-дизайн. Так, полный дизайн-проект. Ого, отлично. У нас здесь много достаточно всяких уже узлов, листов. Давайте посмотрим, как оформлено. Во-первых, да. Значит, первое, что мы видим, визуализация кухни. Ага, давайте сначала вообще посмотрим. Ага, визуализация кухни. Отлично, отлично. Отлично. Много чего тут есть уже от визуализированного, всяких решений. Да, есть что откомментировать. Сейчас я буду комментировать эту историю как арт-директор, который бы принял примерно это. Ну, может быть, как клиент, не знаю, посмотрим. Так, хорошо. В целом все понятно. Давайте дойдем до чертежей, до планировок. Что мы видим? Ну, я не буду комментировать сейчас большое количество, собственно, там детализации по чертежам. Ну, я не буду рабочих комментировать. Это будет скучно, интересно, все уже от скуки умрут и, в общем, не будет прикольно. И давайте я прокомментирую просто, наверное, имеет смысл сделать что? Имеет смысл откомментировать планировку, да, а потом уже дизайн. То есть, это, я думаю, всем понравится. Да, кстати, почему нет? Несколько картинок по вашему запросу. Несколько картинок. Вот мне телефон. Значит, телефон будет моим полноценным участником. Я вот, кстати, не знаю. Если кто знает, как отключить Android, будьте добры, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я его постараюсь отключить как-то, да, иначе мне придется выкинуть просто в форточку. Ну, что такое? Давай, включайся. Фрагмент. В общем, включит у меня телефон и постоянно мне подсказывает, что мне надо делать. А это мне, естественно, не так сильно нравится. Так, давайте мы перейдем сейчас в эффекты. Вот, я сюда просто перенесусь и буду комментировать. Итак, планы расстановки мебели. Давайте посмотрим. Первое, с чего начинается, опять же, я вот как бы смотрю общим взглядом, но всегда смотрю очень просто, как мы будем реально работать, как мы будем входить. Входим, заходим. Пенал, духовой шкаф, плюс СВЧ. Отлично, мне нравится, когда подписано то, что мы видим. Здесь какое-то место. Вроде как оно... Хочется, чтобы оно было использовано. Да, какой-то, не знаю, стульчик, либо какую-то приставочку, чтобы сюда что-то повесить, положить. Как будто вот ощущение, что оно недоиспользовано. Вот это место такое вот есть. Дальше. Здесь идут... Во-первых, вот это место, оно не очень хорошее. То есть сюда вы ничего не положите, не попадете. То есть вот если вы сейчас вот даже просто вот так вот сделаете и вот это вообще уберете, то, в принципе, место вы не сильно потеряете. Потому что вот у вас вот это место все равно на проходе как бы связано. Возможно, имеет смысл сделать следующее. То есть примерно вот сюда шкаф, например, поставить еще один. Один. И сюда второй шкаф. И таким образом вы сможете пользоваться и вот этим шкафом, и вот этим. А сейчас вот вы вот в это место зайти не сможете. Да, есть, естественно, другие еще решения. Вообще один шкаф какой-то сделалось. Может быть там... Ну нет, здесь вы шкаф не сделаете, гардеробная не получится. В общем, вопрос в том, что вот этим местом вы использоваться не сможете. Уточните это. Вот. И сюда что-то хочется сделать. Хорошо. С этим вроде разобрались. Идем дальше. Куда идем? Идем мы на кухню. Кухня маленькая, сразу скажу. Рабочая поверхность очень маленькая. Действительно. То есть рабочая поверхность на самом деле нет. Вот это что ли только рабочая поверхность? Это будет неудобно. То есть лучше... В этом случае лучше, наверное, все-таки делать не стол. Вот что мне удалось найти. Что ж такое? Сделать лучше не стол, а барную стойку. Таким образом, чтобы она была с возможностью готовить сверху. То есть может быть вот так. С этой стороны поставить стулья, например. И как-то садиться может быть с этой стороны. Ну то есть это может быть не так сильно удобно, как кажется. Но плюс в чем? Плюс в том, что хотя бы рабочая поверхность появится. И варка на две конфорки тоже маловато. Лучше нормально, конечно, делать. Лучше делать посудомойку, естественно. А вот в данном случае возможно сделать просто полубарные стулья. Вот эту историю заменить на... Я бы заменил все-таки на барную стойку. У меня было, кстати, такое похожее решение. Мы делали вот здесь длинную большую стойку. Тут, по-моему, на 4 где-то человека. Здесь был телевизор у нас. Телевизор не здесь, а вот здесь. Он сбоку смотрелся. С этой стороны был доступ внутрь. То есть пеналы тут были. И, по-моему, даже здесь духовка была. А нет, может и нет. Может, ошибаюсь. Здесь, в общем, пеналы были. Они вытаскивались. То есть огромное место для хранения. И сесть можно было и отсюда. И если много людей, можно было отсюда еще сесть. То есть такая огромная, получается, стойка. Вот единственное, что высота у нее 850. Вот, соответственно, здесь барные стульи должны быть. Вот поэтому я бы, наверное, тут тоже так же поступил. Иначе очень мало места. Нет посудомойки, насколько я понимаю. Нету здесь нормальной комфорки. То есть все очень-очень какое-то. И холодильник, и холодильник где-то сбоку. Холодильник я сторонник того. Я уже говорил, что как минимум 2 делаю. То есть одного маловато такого маленького. То есть всегда лучше, конечно, двое. Ну, понятно, что квартира маленькая. Может быть, одного и достаточно. Так, дальше что? Вот это вот вообще я не понимаю. Зачем вот эти перегородки? Лучше их не делать. То есть зачем вы пытаетесь отгородить каким-то образом? Чтобы сюда не видеть, как входить. Здесь не так у вас много места. То есть вот эти вот все дополнения, они, во-первых, денег стоят. Во-вторых, они как бы сильно не нужны. Они красоты не добавляют никакой. Вот дверь, если не хотите видеть, но сделайте ее скрытой. Либо сделайте ее наоборот, стеклянной, чтобы она была сама по себе как будто светящейся. То есть ее можно разными вариантами задекорировать. Можно ее сделать скрытую. И она будет как бы целиком. Вот здесь вот будет, допустим, какая-то картина. Вот сюда смотри. Таким образом, ну не надо вот это загораживать, потому что, допустим, чтобы вот отсюда пройти, нужно как-то вот так вот, например, вот сюда или вот сюда. Достаточно сложная эта история. Не надо вот так вот делать. Я бы их вообще отменил. Дальше, что мне точно не нравится, что лучше как-то изменить, это вот эти маленькие заплетчики. То есть понятно, что места вроде как мало. Тогда может быть вот здесь тысяча. Сколько тут дверь? По 900, мне кажется. Дверь достаточно 800. Проем, да? Или 700 даже. Дверь достаточно 600. Таким образом, у вас будут нормальные заплетчики вот здесь. То есть можно, в принципе, дверь 600 сделать. Никаких проблем в этом нет. Но при этом здесь расстояние будет чуть побольше. Будет 700 проемов. Это как бы тоже нормально. Дальше. Ну давайте сходим. Куда мы сходим? Давайте сходим вот в эту зону. Что это такое? Шкаф распашной. 600. Хорошо. Здесь тумба, телевизор. Хорошо, хорошо. Ну, в принципе, нормально. Да, вот это вот решение хорошее, что тут можно заниматься. Столешница, подоконник. Окей. Принимается. Сходим в санузел. Что мы тут видим? Здесь у нас стиральная машина. 600. Но стиральную машину, как-то вы странно нарисовали, она 600 на 600. Нормальная стиральная машина делается. Лучше такую делать. Лучше не делать какие-то полуторные еще истории. То есть лучше нормальную сделать. А вот здесь, что навесной шкаф. Да? Ну хорошо. То есть вот это место тоже немножечко тут забоится. Ну, если туда можно будет залезть как-то, то, в принципе, нормально. Может быть, кстати, вообще по-другому сделать. Ну, я не знаю, как тут получается. Возможно. Возможно, опять же, говорю, что не точно. Может быть, вот эту тему сместить сюда. Именно раковину. Да? А вот эту тему как-то вот сбоку. Ну, не знаю. Хотя вот отсюда тоже будет залезть неудобно. Нет, наверное, так не надо делать. Давайте так не будем. Сюда вот. Значит, вопрос. Если тут какой-то шкаф, как-то он используется. Если да, то очень хорошо. Если нет, тогда... А, вот навесной шкаф тут. Но снизу-то что-то там используется. Тоже, наверное, какое-то хранение. Если используется, то отлично. Так, ну ладно. В общем-то, окей. Здесь ванна хорошо. Хорошо. Идем дальше. Здесь сказали, здесь сказали. Последняя у нас зона остается. Здесь еще одна. Что это такое? Кстати, у вас везде диваны, да, получается, раскладные. А кровати нет. Вообще, по-хорошему, конечно, лучше сделать кровать. То есть, если есть возможность, по максимуму, чтобы сон был полноценный, на диване спать жутко. То есть, лучше делать кровать. Как это сделать? Ну, любым способом лучше применить. Как можно сделать здесь? Давайте дам рекомендацию. Сейчас опять напишите, что так не делается. Но я лично так делал. У меня лично даже была такая история. У меня была история. Я не знаю, какая здесь высота, кстати, надо смотреть. То есть, кровать можно сделать вот так. Диван-кровать, да, допустим. Вот сюда, давайте, не так даже, а вот так вот разместить. Один из вариантов, да, то есть, можно разместить вот так. Сюда матрас кинуть, сюда телевизор. Сюда такую можно даже ступень какую-то сделать. Вот. Таким образом, как бы, кровать будет здесь. Это в любом случае лучше, если сюда матрас кинуть, да, и внутри еще там будет хранение. Это в любом случае лучше, чем раскладной диван. Потому что диван – это вообще жутко. И, ну, если просто кровать поставить, то тогда, наверное, она не влезет, да, то есть, она заградит все, не будет какого-то пространства. Ну, собственно, подумать надо. Я против категорически дивана, и делать его только в том случае, если совсем невозможно. Еще один вариант сделать такую раздвижную историю, хотя, по-моему, она даже сюда может. Ну, здесь шкаф, здесь как бы окей, раздвижной, может быть, шкаф, который сверху вниз, да, как в американских фильмах кровать-трансформер складывается. Это тоже лучше, чем диван, ну, там хотя бы более-менее какой-то матрас можно запихать. Вот, может быть, так попробовать. Ну, вот примерно все. В целом, несколько основных вещей, да, маленькая кухня, вот это заменить на барную стойку, здесь поработать, здесь кровать сделать, например. Ну, или здесь, или здесь, я не знаю, кто здесь, где здесь живет. В одном месте, как бы для взрослых, точно кровать. Для ребенка еще, может быть, даже и диван подойдет. Вот, но может быть и для всех, и для первых, и для вторых сделать такую выдвижную диван-кровать. Так, а, так это еще не все, это только планировка, да? Ну, хорошо, давайте планировка, окей. Что у нас еще остальное? Давайте остальное посмотрим, что у нас по визуализации. Ну, здесь, наверное, давайте визуализацию, наверное, в следующем выпуске я сделаю, да, чтобы было понимание. Вот, значит, в этом выпуске мы закончим с планировкой. В следующей серии вы увидите, что я буду комментировать по визуализации, по дизайну, какие решения. И если какие-то есть дополнения, нововведения, если вы дизайнеры и у вас какие-то идеи появились, то пишите в комментариях, возможно, автору планировки будут полезны в том числе и ваши комментарии. На этом сегодня все. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Приходите на курс, если хотите научиться делать дизайн и планировки, либо покупайте книгу, если планируете работать самостоятельно, да, либо планируете по комплектации оказывать услуги для клиента. С вами был Станислав Орехов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok